Насколько страшна радиация? Мы привыкли считать опасными некоторые вещи. Огонь, электричество, радиацию. Не обязательно совать гвозди в розетку или обнимать ядерный реактор, чтобы понимать это. Некоторые вещи просто не нуждаются в подтверждении. Тем более, что катастрофа на Чернобыльской АЭС в очередной раз подтвердила, что это не пустая угроза. Множество жертв и целый город, больше не пригодны для жизни. Но давайте разберемся, насколько опасна радиация для обычного человека и сколько ее нужно, чтобы получить серьезный вред для здоровья. Главная опасность радиации в том, что у человека нет органов чувств, реагирующих на нее. Вы можете ощутить холод, жару, но не радиацию. А специальные измерительные приборы есть далеко не у каждого. Взяв в руки банан, вы получите одну десятую микрозиверта. За обычный день в городе будет уже 10 микрозивертов. При рентгене груди вы получаете дозу в 20 микрозивертов, а при полете на самолете 40 микрозивертов. Замечаете, как стремительно растет число? За год обычный человек получает дозу 3 миллизиверта. Опасные для жизни единовременные дозы начинаются со 100 миллизивертов, однозначно смертельные от 5000 миллизивертов. Да, радиация может убить, как огонь, электричество или медведь в зоопарке, но только в случае неразумного поведения. Радиация – это микроскопическая частица, которая разрушает молекулы организма, будто маленькие пули. Часть молекул организма просто разрушается, а часть может мутировать в раковые. Но те же животные не рискуют заболеть от радиации. Организмы многих видов просто подавляют губительное влияние. Значит, после глобального катаклизма животные не превратятся в чудовищных мутантов, а дичают как максимум. Например, в зоне отчуждения Чернобыля бурно размножаются дикие звери, в реках полно рыбы и природа оправилась от урона. Там живут даже люди, хоть их мало, но они ведут быт, выращивают овощи и держат домашних животных. Конечно, там есть места, которые могут облучить очень сильно и быстро, но местное население давно научилось их избегать. Осторожное и разумное поведение – гарантия их выживания. Множество фильмов и компьютерных игр показывают далекое будущее после ядерной войны весьма мрачно. Выжженные пустоши, борьба за ресурсы, мутировавшие люди и животные. Но из всего этого реально может угрожать только отсутствие ресурсов и бандитизм, а природа способна восстанавливаться и после более страшных катаклизмов. Подведем итог. Радиация опасна, но это не страшный яд, который убьет сразу на месте. Вы получаете дозу каждый день от техники, солнца, еды, кирпичных домов. И пока эта доза не превышает допустимой, вы в полной безопасности. Человек очень хорошо приспосабливается. Хотя, возможно, могучего рыцаря из средневековья радиационный фон и экология наших дней и убили бы. Но мы, по сравнению с ними, супергерои, не боящиеся ничего. А вы хотели бы замерить радиационный фон в собственном городе? Пишите ответы в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. У нас много очень интересных видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...